Рыжий Алмаз, он же Несиба и Насинов родился в Семиполыттинской области Республики Казахстан. С восьмидесятых годов прошлого века обосновался в Г. Алматы. Создал группировку, которая вначале занималась примитивным рэкетом. Впоследствии ОПК «Рыжего алмаза» стала самой могущественной криминальной группировкой в Казахстане. ОПК «Четыре брата» – выходцы из данной группировки, подмяв под себя многие крупные коммерческие предприятия и группы в нефтяной, энергетической, финансовой, металлургической, торговой отраслях, а также в сфере игорного и развлекательного бизнеса. Около двух лет скрывался от казахстанского правосудия за рубежом. Весной 1998 г. Был убит на вилле около Барселаны в Испании. Впоследствии выяснилось, что вилла принадлежала одному из авторитетов измайловской группировки. В Алматинском аэропорту при доставке тела погибшего встречали по разным оценкам от 100 до 300 «единомышленников». Имел обширные связи с криминалитетом из России, Украины, Кыргызстана, Таджикистана. От последней «третей» жены, известной эстрадной певицы Казахстана остался сын. Рыжий алмаз, жил-был такой человек, Насиба и Насинов. Решил однажды заняться бизнесом, но тут же стал жертвой наезды ракетиров. После этого мужчина произнес такую фразу. Когда общество делится на волков и овец, лучше самому стать волком. После этого парень сколотил вокруг себя большой коллектив из бывших сотрудников правоохранительных органов, спортсменов и воинов-афганцев. Его окружение дало ему красивое прозвище «рыжий алмаз». Численность данного опыта достигала около сотни человек. Бандиты контролировали сеть автосалонов, вещевые рынки «Арал» и «Балашак», крупную бензиновую компанию, ряд нефтяных скважин в Мангистауской области, горный развлекательный и шоу-бизнес. Также они занимались продажей зерна по всему Казахстану и СНГ. Большое количество современных успешных бизнесменов в свое время пользовалось поддержкой «рыжего алмаза». Основное окружение алмаза ходило в «спортивках», хотя сам алмаз очень любил щеголять в строгих костюмах. Жизнь криминального авторитета закончилась печально. В 1998 году он был убит на своей вилле в Испании. Его сподвижник по преступлениям – черный алмаз, и погиб еще раньше. В 1993 году стал жертвой авто-катастрофы на Кардайском перевале. После убийства «рыжего алмаза» УПК руководила Айка Бегемот, редкий случай, когда женщина управляет преступниками.